Цви Зильбер, израильский журналист, главный редактор «Лучшее радио», сегодня с нами на связи. Мы рады вас видеть, приветствуем. Да, шалом, слава Украине, приветствую всех. Героям слава, приветствуем. Цви, хотелось бы действительно поговорить, потому что сейчас уже, да, вот две темы сегодняшнего дня, на самом деле, да. Что будет дальше, как сегодня, какое решение будет принято Израилем, общение с союзниками и так далее. С вами же все-таки хотелось бы поговорить о том, как Израиль отбил эту крупнейшую атаку Ирана, как удалось это сделать и так далее. Для Украины то, что происходило как раз недавней ночью, когда Иран начал атаку, да, ну схожесть в чем была, я сейчас не провожу параллели, но схожесть в том, что это был, да, синтез был, да, это комбинированная была атака, вначале с использования беспилотников, далее были запущены ракеты, да, поэтому я, насколько понимаю, это всегда делается для того, чтобы ПВО имело дело. С максимально разными целями. Многие даже сейчас эксперты говорят, Иран, напомню, является ближайшим союзником России и, вероятно, изучал опыт этих ударов. Возможно, я не знаю, хотя я думаю, что были в практике подобные случаи, когда комбинированные такие атаки уже использовались. То, что ЦАХАЛ, то, что силы обороны Израиля были готовы, да, к отбивать такие атаки, об этом накануне говорили и власти Израиля, об этом накануне говорили и эксперты, но сейчас почему-то все задаются вопросом, как удалось Израилю отбить эту атаку. Поэтому я вам адресую и хотелось бы, чтобы тезисно мы сегодня разобрались, благодаря кому и чему удалось Израилю отбить эту массированную атаку со стороны Ирана. Вы знаете, первое, о чем я подумал, когда стали поступать эти сообщения, чем, в принципе, эта ситуация отличается от Украины, где Путин безжалостно крушит украинские города. Сердце крови у меня обливается, когда я вижу мой любимый Харьков в таком состоянии. И первое, что я сделал, это задал сам себе вопрос, а что, чем, собственно говоря, отличается, и начал искать на него ответ. Вы знаете, отличие, оно в авиации. И эти беспилотники, которые выпустили из Ирана, они же летели очень долго. У нас 2000 километров, они летели, наверное, часов в пять. Позднее были выпущены крылатые ракеты, они летят быстрее, так, чтобы, в общем-то, на территорию Израиля они прибыли одновременно. И, ну, естественно, все это должно было заспамить ПВО израильское и привести к тому, что какая-то часть подолетела бы до целей. Но беспилотники засекли сразу, и у Израиля есть авиация. В небо подняли F-35, которые с воздуха прекрасно эти беспилотники сбивали. Ну и вот оказалось, что самая лучшая система ПВО – это авиация. А израильская авиация может совершенно беспрепятственно действовать и над Сирией, и над Ираком. Там нет, в принципе, никаких угроз для израильской авиации. И Ливан, естественно, тоже. Вот. К этой задаче подключились ВВС и Ордании. И Ордания в этой ситуации не захотела чувствовать себя банановой республикой. Никто не будет летать над нашей территорией, сказали они. И они реально оказали большую помощь. Часть беспилотников, их было очень много, 185 беспилотников. Вообще говорят, что это беспрецедентная кинетическая атака вообще за всю военную историю. Такое количество ракет. 110 баллистических ракет, 36 крылатых ракет и 185 шахедов. Вот. И, соответственно, ни одна крылатая ракета не долетела до территории Израиля. Ни один дрон не долетел до территории Израиля. Труднее всего было сбивать баллистические ракеты. Но в Израиле есть комплексы ХЭЦ-2 и ХЭЦ-3. Это такие противоракеты, специально разработанные против баллистических ракет. Но и надо сказать, что иранские ракеты, они не такие прям продвинутые. Мы это могли увидеть воочию. Мы первый раз видим в действии эти ракеты. Не такие они прям продвинутые. И системы ХЭЦ с ними справлялись. Американцы сбивали ракеты патриотами. Тоже где-то что-то. Две-три штуки сбили американцы. Американцы сколько сбили французы и англичане, я не знаю. Но основная часть, конечно же, пришлась на израильское ПВО. И есть попадание по военной базе, как правильно вы отметили. Но это гигантская военная база. Там есть аэродром, военный аэродром. Там есть полигоны. То есть это гигантская военная база. Надо представлять, в пустыне. Куда они там попали, действительно взорвались на территории военной базы. И как сообщило официально командование, ни одна из служб на этой базе не прекращала свою работу. Не помешала ее работе. То есть можно сказать, что где-то там что-то взорвалось. Но ущерб или его совсем нет, или он минимальный. Ранена бедуинская девочка, на которую упали осколки. Семилетняя девочка, мусульманка, которая находится в больнице. Врачи борются за ее жизнь. Вот, собственно, весь ущерб, который нанесла эта атака. И, естественно, Иран одержал очень большую пропагандистскую победу. Потому что у Ирана есть свой Коношенков. Вот такой, как Невзоров их называет, Хатабыч. Такой вышел Хатабыч, такой Коношенко в челме. И сообщил про выдающиеся достижения. Потом они показали горящий Техас, горящую военную базу в Техасе. И сказали, что вот это результат их прекрасного удара. Вот. И на этом начали праздновать большую победу. Но, конечно же, Иран понимает, что никакая это не победа. И по большому счету они сегодня открывают очень большое окно возможности именно для Израиля. Во-первых, это окно возможности для построения новых военных союзов здесь, на Ближнем Востоке, у Израиля и соседних арабских суннитских стран. Ну, я не имею в виду те, которые уже полностью подчинены иранскому режиму. И вот превращены в этот его знаменитый шиитский полумесяц. Это Сирия, Ливан и Йемен. Ирак. Ирак, Сирия, Ливан и Йемен. А остальные страны готовы сотрудничать с Израилем и строить военные союзы. Кстати, союз по ПВО уже давно существует. И мы видим, что он работает. Он реально работает. И несколько арабских государств предоставляли израильским ВВС возможность беспрепятственно действовать в своем воздушном пространстве, чем Израиль, конечно же, воспользовался. Словом, это первая возможность. Будет ли ответ Израиля именно военный? Понимаете, у нас сейчас такое правительство, где такие вопросы решаются очень долго. Я не уверен, что... Будет, по крайней мере, ответ возмездия за действия государства-террориста Ирана. Как вот эти краски влияют на будущий ответ со стороны государства Израиля? Ну, я бы не очень обращал внимание на реакцию России. Российская цель, она прозрачна и понятна. Они хотят помочь Хамасу сохраниться в том или ином виде. И поэтому они заинтересованы в том, чтобы Израиль как можно скорее прекратил наступление, как можно скорее прекратил операцию в Газии. И, соответственно, потом они будут каким-то образом дальше вооружать Хамаса и укреплять его. Им нужна такая еще одна спящая война, которую в определенный момент они всегда могут разжечь. Вот. Но я бы не обращал на это внимания. Что касается... Действительно, все верят, что Нетаньяу искусственно затягивает войну. И в Израиле в том числе все верят в такую формулировку. Понимаете, тут проблема в том, что если это действительно так, то это государственная измена. Поэтому я не хотел бы бездоказательно апеллировать такими понятиями. Действительно, на Западе именно так считают, что Биби искусственно затягивает войну, потому что он не хочет следственной комиссии, потому что он не хочет выбора. И по целому ряду своих внутриполитических причин. Вот. Но мы видим, что операция затянулась уже больше, чем полгода. Она продолжается. Ну, не операция, не буду говорить. Операция война, конечно же. Она продолжается уже больше полугода. По всем сценариям она должна была завершиться в конце января. Но мы начали топтание на месте. Совершенно непонятно почему, по каким соображениям. Вот поэтому и появилась такая идея, что Нетаньяу искусственно эту войну затягивает. Что, в общем-то, убийственно для Израиля, для израильского общества, для израильской армии, для израильской политики и для международного положения. Вот. Поэтому, ну, я не хочу выступать с такими обвинениями в адрес Нетаньяу. Но такая версия вполне-вполне себе распространена. Все. Цви, остается у нас буквально вот минутка, да, в контексте самого удара. Вы говорите о Хамас, в том числе. И многие эксперты предрекают, что удара непосредственно по Тегерану, возможно, его попросту не будет, потому что это повышение ставок. Так. Более логичным сейчас выглядит удар по прокси? Удар по прокси, это давно уже происходит. Тем более. Практически с 7 октября идет война с Хизбаллой. Ну, только это пока не война, полномасштабная такая артиллерийская дуэль. По хуситам пока не отвечали, но я думаю тоже, что это вопрос времени. Поэтому война с прокси идет, и я не думаю, что ответ Израиля по прокси как-то будет связан с атакой Ирана. У нас сегодня всерьез говорят, в том числе и очень солидные военные эксперты, о том, что надо использовать эту возможность и, наконец, разобраться с иранской ядерной программой. Этот режим ни в коем случае не должен получить ядерное оружие, потому что это очень опасно и для Израиля, и не только для Израиля, но и для арабских стран в нашем регионе, и Израиль мог бы нанести удар по иранским ядерным объектам. Но здесь, понимаете, логистика довольно сложная, потому что у Израиля есть много разных оперативных планов на такой случай, и военные предлагают это решение все-таки принять и осуществить такую операцию, но все-таки 2000 километров, нет никакой уверенности, что другие страны предоставят израильской авиации свои аэродромы на своей территории. Ракет «Земля-Земля» в Израиле немного, и, в общем-то, в Израиле даже нет ракетных войск. Настолько мы любим нашу авиацию, настолько мы рассчитываем на авиацию, что нет даже ракетных войск. Поэтому есть целый ряд вещей объективных, и, конечно же, внешнеполитических. И даже если Байден официально... Байден, конечно, очень доволен операцией, это его победа, несомненно. Байден будет говорить, что не надо отвечать, и давайте на этом закончим конфликт. Но реально, если Израиль ответит, добьется каких-то успехов, то Байден не будет против, и ему очень даже эта вещь понравится. Но официально, формально, он, конечно же, должен быть голубем мира и ни в коем случае не призывать к какой-то тампании. И как пишет американское издание «Аксиос», Байден предупредил Нетаньяху, что не поддержит ответный удар, Америка не будет в нем участвовать. Мы просто сказали, как победу, как утверждает издание. Он сказал, вы победили, заберите выигрыш. Это были слова якобы Байдена как раз в адрес Нетаньяху. Спасибо вам огромное. Цви, увидимся. Цви Зильбер, израильский журналист, главный редактор «Лучшее радио» был с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова